про эмоциональные перепады мало того что у меня и чувствуется такая такой подъем на определенные периоды до бывает вот сейчас все знают что земля меняет свои частоты бывает у меня эмоциональный упадок или там угнетенное состояние когда хочется покоя нет энергии даже там не хочется как-то проявляться звонить близнецу хочется просто лежать а иногда наоборот ты любишь весь мир ты в таком принятии безусловной любви ты как будто как будто вот все эго под контролем и ты все ты понимаешь что ты вот просто счастлив и все тебе ничего даже для этого не надо тебе просто ничего не надо ты счастлив потому что ты есть и вот эти качели они для женщины вполне естественно потому что мы эмоциональные существа мы вот идем в эти трансформации да мы все мы в чувствах мы в потоке мы отдаемся хочется плакать мы там плачем мы прямо это все так раздуваем и не хочется там хочется быть сильной мы там пожалуйста сильнее и поэтому вот я ощущаю вот эти качели между моем энергетическом на пространстве моем энергетическом фоне и качели между нами да когда тебе кажется что вот вы вот уже почти вместе вы близки к этому состоянию соединения вместе потому что вы на одной волне вам легко бывает наоборот тяжело найти общий язык с ним как-то вот непонятное молчание нависает да я хочу сказать что это тоже нормально потому что сталкиваются две эго структуры которые ну своими программами трутся друг от друга как говорят да у близнецов там идеальное взаимопонимание не могут говорить часами до глупости все это чувство родства любви но может быть настолько глубоко на поверхности настолько сильного отождествления с эго что вам не будет вместе легко наоборот возможно от одного присутствия будет очень больно потому что вы связь между вами настолько сильно что одно только присутствие в поле друг друга уже поднимает эту боль изнутри когда чуть почистится да вам легко вместе да вот как в моем случае легко на одной волне ты хочешь там танцевать ты настолько вообще хочешь быть естественным и самим собой и потихонечку потихонечку расчищая вот эти завалы это идешь к этому вот к этой честности к этой проявленности свободной без масок вот вообще без масок да но поначалу тебя бывает так скукоживает что ты вообще сколько раз то есть я хотела уже отвернуться и да да это не мой человек это что-то просто ну да зачем она мне надо да я даже блин в сердцах умудрялась сказать да заберите вы его зачем много мне его послали я устала уже от этого всего вот то есть все это нормально это эмоции в любом случае нужно выходить в баланс выравнивать эти энергии то есть не раздувать слишком трагедию да то есть когда нам очень плохо нам кажется что-то пошло на все не бежать разбираться этом в блок еще там в кидать вот нет успокаиваться дышать заземляться гулять на природе с водой контактировать какие-то дела по дому делать и наоборот когда вас высокое состояние вам кажется что все классно я вот хочу его прям обнять он это все почувствует и вот прям мы сейчас соединимся не форсировать очень важно не форсировать поверьте вселенная она будет вам устраивать случайные где-то встречи вы пересекетесь вот просто даже того не ожидая если вы не будете если вы сейчас не вместе так должно быть просто так должно быть не тяните пространство не вытягивайте из него вот это вот вот увидится вот поскорее там объединиться но это 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 не нужно не пришло время да ну и наверно проявленность про честность я сказала и само собой в жизни это ведет каким-то изменением на физическом плане то есть там смена работы возможно какое-то окружение поменяется потому что ты поймешь что там с тем или иным человеком ты больше не хочешь ну не складывается не идет потому что у тебя возможно меняется энергетика меняется там вибрации повышаются ты может быть как-то мыслишь немножко иначе ты понимаешь что с тем человеком ты хочешь на паузу поставить общение потому что как-то вот токсичности много идет не потому что человек плохой а вот потому что вот сейчас как-то вот ваши поля они трудятся трутся да и тебе некомфортно ну наверное давайте немножко так опровержение легенького хотя я уже начала да вот такое я самое яркое то то что узнавание через глаза там чуть ли не прям там космос там я даже видел одну пару близнецов и женщина она рассказывала что прям звезды пронеслись вода такую аналогию проводила я не отрицаю абсолютно что у кого-то это есть да то есть это ну очень здорово интересный опыт мне кажется тут зависит от фантазии от воображения от внутренней глубины там человека да ну допустим у меня какого-то жесткого узнавания прям вот нет мне просто нравится смотреть мне нравится смотреть ему глаза я в этих глазах вижу глубину и чувствую родство вот все но не более но не более того что там прям что-то такое прям вот до описывают вот это состояние прям ну родного дома ты вот все ты смотришь на человека и понимаешь что вот это все ты нашел то что ты всю жизнь искал ты больше ничего не ищешь здесь опять-таки насколько вы сильно отождествляете себя с эго эго ведь это очень такая сильная структура она может о себе она будет всю вашу жизнь говорить о себе знать просто насколько вы раз отождествитесь да и перестанете думать что вы это эго все что его вам дает ну умеете быть тем наблюдателям а наблюдатель это по сути вы и есть то ну все равно можете сомневаться до последнего сомневаться и ну и не сразу вообще понять что это там вы встретили что-то такое фатальное вашей жизни да миф касательно того что вам вместе легко быть я уже ну развеяла да бывает что вам легко быть вместе и все просто вот как в потоке бывает нет ну это нормально у каждого проработки не бывает такое что вам прям с человеком должно быть всегда легко может быть потом на пути там на этапе воссоединения когда вы уже воссоединились там живете вместе может быть там уже будет немножко все по-другому но пока идут проработки пока вы там не не вместе ну думаю это это тоже миф что вам всегда легко вместе будет прямо готовы часами болтать когда вы в поле друг друга и на первых порах да там первый год-два выходит очень много более просто в присутствии друг друга как вам может быть легко вместе у меня было наоборот ощущение что как-то пора идти домой потому что вроде бы ты хочешь быть с человеком но ты прям вот нутром чувствую что хватит ну достаточно на следующий миф это то что там кундалини поднимается да это очень ну не то чтобы миф это очень такой спорный вопрос опыт свою кундалини я чувствую давно но она у меня активная нет встречи с ним да то я давно практикую йогу не было такого что у меня там все побежала по спине да вот я сейчас говорю мышцы тазово одна поджимая я чувствую свою кундалини но это не обязательно там происходить от встречи с близнецом да и вообще многие люди не понимают что такое кундалини как это распознать вот следующий пункт это то что там вы похожи мне кажется это тоже там притянуто за уши хотя я в свой адрес слышала что-то вы похожи выбрали как два сапога пара вы такие вот кто-то говорит про внешнюю схожесть кто-то там про внутреннюю мне люди даже которые с ним не сталкивались глубже абсолютно не знаю того как человека меня знают говорили да вы как-то похожи вот вы как-то так подходите я особо этому внимание никакого не уделяю но просто как пунктик я скажу что это есть на такое вот есть следующий пунктик это телепатия телепатическое общение и сны потому что люди здесь могут перепутать что такое телепатия что такое просто болтовня в голове и с кем вы разговариваете воображение это ваше или вы действительно общаетесь вашими душами здесь очень сложно все распознать но опять-таки про близнецовых пламенах на разных каналах трещат о том что телепатия это чуть ли не обязательный признак ну знаете телепатия она как бы не всем свойственно кто-то там руками лично кто-то у него ясно знание и канал телепатический у него не открыт не обязательно должна быть телепатия там общение во снах пусть это очень только тоже притянутый за уши признак абсолютно но еще один пункт это про циферки на часах здесь тоже самое да вы можете наше подсознание но так устроено мы куда фокус внимания направляем то мы и будем своей жизни культивировать например если вы подумаете о том что вот красная машина там вот еще красная машина вы за денег насчитаете с десяток на следующий день и там еще недели вы будете постоянно бросать взгляд на красные машины вам как будет казаться что везде вокруг только красные машины вот поэтому если вы сфокусируетесь на том что вот вы видите вокруг там двойки и четверки восьмерки там или 1111 да там или 1221 вот эти повторяющиеся цифры зеркальные даты и том что это говорит тому что близнец вашем поле ну я бы не стала это абсолютно притянуто за уши потому что ну даже если вы не смотрите специально просто попадаетесь ваше подсознание уже словило я для себя это воспринимаю просто как синхрон с пространством да ты синхронизируя все с пространством там ангелы-хранители тебе машут как бы да для себя я выбрала такой вариант то есть это моя игра мои правила вот ну давайте наверно подытожим самый главный признак хочу сказать вы разворачиваетесь к себе если вы конечно находите силы и смелость не убегать не прятаться выходите из зоны комфорта до садитесь на эту волну и смотрите в боль смотрите в страхе смотрите что вам зеркалит партнер вы не убегаете потому что если вы бежите вы убежите не от него вы бежите прежде всего от самих себя потому что партнер зеркала он просто показывает ваши страхи вы бежите от самих себя потому что вы не хотите испытывать дискомфорт вы не хотите чтобы вам было больно на вы не хотите потому что чтобы проработать эти проработки они непременно приведут к изменениям жизни но эго она привыкла у него есть определенные паттерны поведения привычки реакции программы и все это зона комфорта этой безопасности когда ты не знаешь что тебя ждет естественно ваше эго будет сопротивляться но если вы если вы идете в эти изменения то ну в себя вы настолько разворачиваетесь к себе вы понимаете что вы раньше как-то и не жили вовсе а сейчас ну это здорово потому что вы почувствовали себя живым вот эта связь душой для меня это главный признак абсолютно главный и наисильнейший показать в того что эти отношения они действительно значимые потому что ты настолько становишься развитым что в принципе тебе уже даже и все равно какой тип связи у вас какие-то отношения близнецовые или кармические потому что ну ты настолько развиваешься ты приходишь к цельности и самодостаточности вот поэтому не бойтесь не бежите от себя вы в любом случае будете в плюсе какая бы эта связь не было все изменения все трансформации они только для вас и его благо поэтому удачи вам на этом пути все получится если есть какие-то вопросы то пишите в комментариях задавайте не стесняйтесь удачи вам и любви